Официальный туристический сайт Финляндии Visit Finland провел опрос среди жителей 8 стран и выяснил, что производит на туристов Финляндии самое большое впечатление. Ответы россиян отличались от остальных. Больше всего в Суоми россиян привлекают снег, озера, хельсинки, рыба, природа, олени, сауна, шоппинг, а также катание на лыжах и водка. Французы и итальянцы отметили холод, снег, природу, фьорды и оленей. Немцам запомнились чистая вода и комары. Англичанам дружелюбие, темнота зимой и дороговизна. Для китайцев и корейцев в топе по привлекательности оказались красоты севера, северное сияние, холод, Нокия и Санта-Клаус. Японцы любят мумитролей, о которых даже не вспомнили в других странах. По словам главного редактора журнала All About La Плант из Раваньеми Александра Кузнецова первое место по количеству туристов в Лапландии занимает Великобритания. У британцев очень популярны однодневные туры в резиденцию Санта-Клауса накануне Рождества. Прилетают с утра, переодеваются в теплые комбинезоны, катаются на собаках и снегоходах, навещают Чумы и Санту, вечером домой. Больше всего денег тратят туристы из России и Китая. Китайцы хотят быстро осмотреть побольше достопримечательностей, а россияне приезжают на автомобилях и автобусах за шопингом. Немцы тоже часто приезжают на автобусах, но они менее расточительны и экономят каждый цент, рассказывает Кузнецов. По словам вице-президента Visit Finland Пава Веркунена, падение турпотока из России в Финляндию на 38% в прошлом году с лихвой компенсировали гости из Китая, Японии и Кореи. Турпоток из Азии стремительно растет на 25% в год. Теперь финны нацелились на рынки США и Индии. Одна из основных идей продвижения – продавать комплексные туры, комбинируя как можно больше достопримечательностей. На Соловках и в Арктике займутся разведением пингвинов. Идея возникла во время визита патриарха московского и всея Руси Кирилла в Антарктиду. По его мнению, пингвини-фермы и свободное распространение популяции позволят привлечь в Арктический регион больше туристов, а также даст биологам неисчерпаемый источник для новых научных работ. Соловки были выбраны опорной базой из-за климатических особенностей архипелага. Первую популяцию арктических птиц завезут на Соловецкий архипелаг Архангельской области осенью 2016 года. Эксперимент по разведению животных продлится около шести месяцев. В случае удачи пингвинов перевезут на землю Франца Иосифа, где продолжится научная работа по размножению популяции. В Национальном парке «Русская Арктика» к идее патриарха Кирилла отнеслись положительно, но с осторожностью. Заместитель директора по научной работе Национального парка Мария Гаврила интересуется, научатся ли арктические пингвины бегать быстрее белых медведей или летать. В противном случае белый медведь получит в своем рационе качественное мясо, которого ему так не хватает в последние годы. В Красноярском крае пройдут масштабные учения спасателей МЧС России. По сценарию учений, на российском побережье Арктики пропадают девять иностранных туристов, путешествующих на снегоходах, которых необходимо спасти сотрудникам МЧС. Путешественники своевременно не вышли на связь, а позднее подали сигнал бедствия. Сотрудники МЧС также напомнили, для безопасности жителей и гостей Арктики планируется функционирование десяти аварийных спасательных центров, четыре из которых уже работают. Они призваны обеспечить режим постоянной готовности и экстренного реагирования на любую чрезвычайную ситуацию. В Санкт-Петербурге в рамках заседания Совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе презентована концепция проекта «Серебряное жерелье России». Проект охватывает территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Псковской, Новгородской областей, Республик Карелия и Коми, Ненецкого автономного округа. В единый реестр туров включены два маршрута по Ненецкому округу – Пустозерск, Форпост России в освоении Севера и Сибири и чумовые выходные в Арктике. В целях координации и согласованности действий субъектов на Северо-Западе губернаторы, включая главу НАУ Игоря Кошина, подписали соглашение с Министерством культуры и Федеральным агентством по туризму. Соглашением стороны договорились о содействии и продвижении туристических продуктов в целях достижения высоких показателей по въездному и внутреннему туризму Северо-Запада России. Также стороны будут оказывать содействие интеграции организационных, экономических, информационных и иных ресурсов в целях формирования единого туристко-рекреационного пространства. На официальном сайте проекта «Градусы открытий» появилась полная версия фильма о Нинецком округе. Документальный фильм о зимней автомобильной экспедиции в Заполярный регион был снят в феврале 2015 года. Картина рассказывает о том, как 13 человек из шести регионов России на четырех автомобилях отправились в путь по просторам Арктики. Северные города, бесконечность ледяной пустыни, необычные традиции коренного населения показаны в фильме через призму впечатлений участников Северной экспедиции. Машины прорываются по закрытому зимнику, оленеводы рассказывают об особенностях жизни коренного населения, огромный вездеход переезжает через участников экспедиции, а шаман делится частичкой своей мудрости. Картина наглядна и просто показывает особенности жизни на Севере, стойкость, мужество и упорство северных людей, красоту окружающей их природы, тундры и Нинецкого округа. Участники конференции развития межнациональных отношений в условиях Заполярья и Крайнего Севера «Практика решения» побывали в Центре арктического туризма. Конференция прошла в Наринмаре под эгидой Международной ассамблеи столиц и крупных городов. Во время экскурсионной программы гости Наринмара в Центре арктического туризма посетили традиционное жилище оленеводов, узнали об особенностях их сурового быта, традиционных занятиях и промыслах, специфике духовной культуры немцев. Особый интерес у гостей вызвала экзотическая фотовыставка о северной фауне и арктической экспедиции и туры, которые организует Центр арктического туризма. После посещения центра гости выразили желание побывать в Заполярном регионе еще раз, чтобы поближе познакомиться с его удивительными красотами. 13 апреля в Наринмар прибыла группа из трех путешественников из Санкт-Петербурга. На снегоходах они прошли путь от Мизени через Ому Коткино до Наринмара. Далее снегоходный маршрут лежит до Вайгача. Этот священный для неинского народа остров путешественники пытались покорить трижды. Погодные условия, поломки техники, вскрывшиеся реки и прочие помехи в путешествиях не давали добраться до главной точки в своих экспедициях. Остров просто не пускал их. Одна из особенностей экспедиции в том, что люди едут на технике, не модернизированной для долгих путешествий и арктических условий. На вопрос о том, что сподвигло жителя большого города на такой непростой маршрут, Игорь Петрук ответил, жажда путешествия. Субтитры создавал DimaTorzok